В понедельник 26 апреля по всей стране началось онлайн голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта жилье и городская среда. На протяжении пяти недель до 30 мая на платформе 83.городсреда.ру каждый житель НАУ в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одну из трех территорий, расположенных на Ринмаре. Все территории, участвующие в голосовании, предложены горожанами. Это спортивная игровая площадка в районе дома номер 34 по улице Первомайской, прогулочная тропа в Сахалинском лесу и спортивная игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке, остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. Минстроем России организована работа горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства, которое работает до 30 мая в круглосуточном режиме. Единый бесплатный номер, который вы видите сейчас на своих экранах, доступен для каждого гражданина из любого уголка России. Кроме того, в регионах страны, в том числе в Ненецком округе, организованы местные горячие линии. Позвонить можно по номеру телефону, который вы видите на ваших экранах в будние дни с 8.30 до 17.30. День рейтингового голосования Как сообщили в Фонде социального страхования России по НАО, в настоящее время размер больничных по уходу за детьми напрямую зависит от трудового стажа. Выплаты по уходу за больным ребенком до 7 лет регулируются федеральным законом номер 255 ФЗ об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. И зависит от стажа работы одного из родителей, который оформляет больничный лист. Застрахованному лицу, имеющему трудовой стаж 8 и более лет, выплачивается 100% от среднего заработка. Застрахованному лицу, имеющему трудовой стаж от 5 до 8 лет, выплачивается 80% от среднего заработка. До 5 лет – 60%. Майские выходные в России продлятся с 1 по 10 мая. Такое решение принято по итогам совещания Владимира Путина, касающегося ситуации с распространением коронавируса в стране. С просьбой сделать непрерывными майские выходные главе государства обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Необходимость этого главный санитарный врач объяснила риском роста заболеваемости после выходных, а также текущей ситуацией с распространением COVID-19. Таким образом, жители России в 2021 году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Дополнительные майские выходные дни повлияют на дату завершения учебного года. Оно перенесено на 31 мая. Последние звонки пройдут по особому графику. С 1 по 10 мая объявлены выходные дни в учреждениях образования НАУ – детских садах, школах, учреждениях профессионального и дополнительного образования. С 3 по 8 мая Дюцлидер, Дворец Порта Норд и Спортивная школа Олимпийского резерва труд будут открыты для массового посещения по отдельному графику для каждого учреждения. Программу возврата половины стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая, сообщили в Ростуризме. Ведомство готовит к запуску программу по возврату части стоимости путевок, оплаченных родителями в течение 2021 года. Программа будет действовать с использованием национальной платежной системы «КартМир». То есть россияне смогут получить кэшбэк за путевки в детские лагеря, если приобретут их за безналичный расчет. Ранее стало известно, что родители перестали бронировать отдых для детей в ожидании кэшбэка. При этом те, кто уже приобрел путевки, теперь хотят их вернуть, чтобы купить вновь с кэшбэком. Президент России Владимир Путин в послании федеральному собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. Правительство выделит на программу 2 миллиарда рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей. Судно на воздушной подушке «Полярник» с 26 апреля начало выполнять рейсы по маршруту на «Ренмарк». Красная цена билета – 258 рублей, для льготных категорий – 129 рублей. Скидка предоставляется детям до 18 лет включительно, студентам очной формы обучения – до 23 включительно, женщинам старше 50 и мужчинам старше 55 лет. «Полярник» выполняет по одному рейсу в день, кроме вторника и воскресенья. В 2020 году у СТК было две подушки для пассажирских перевозок, и компания могла организовать по два рейса в день. Сейчас осталось только одно судно, второе отправлено на ремонт. Поэтому рейсы в «Красное» пришлось ставить в промежутки между другими в действующем расписании. В период активного ледохода перевозки будут приостановлены для безопасности пассажиров и экипажа. Окружной туристический слет «Дорогами отцов-героев» пройдет с 12 по 13 июня в районе озера Васькино. В прошлом году мероприятие не удалось провести из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Принять участие в турслете могут команды учебных заведений, предприятий, учреждений, сельских муниципальных образований, общественных организаций, юридических лиц и П, объединения по интересам, местам проживания, дворовые команды. Команды должны состоять из восьми человек. Основной состав – шесть человек, должен включать не менее двух женщин. Запасной состав – два человека. Все участники должны быть совершеннолетними. Подать заявку нужно до 28 мая включительно на адрес электронной почты, который вы видите на своих экранах. Оригиналы документов нужно предоставить в Центр арктического туризма, почтовый адрес которого на ваших экранах. Уточнить информацию о турслете можно по телефону 8 911 672 01 11. Министерство просвещения и Рособранадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год. Об этом сообщается на странице Ненецкого регионального центра развития образования ВКонтакте. В этом году ЕГЭ сдают только те, кто собирается поступать в ВУЗы. В выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в ВУЗы вместо единого госэкзамена, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – русскому языку и математике. А вот те, кто хочет учиться в ВУЗах, могут сдавать ЕГЭ по всем предметам, которые им нужны для поступления. Первый экзамен выпускники школ округа будут сдавать 31 мая. В этот день школьники напишут ЕГЭ по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку будет проходить в два дня – 3 и 4 июня. 7 июня выпускники сдадут профильную математику. 11 июня – историю и физику. 15 июня – общество знания. 18 июня – биологию и иностранные языки, за исключением раздела «Говорение». 21 и 22 июня – иностранные языки, раздел «Говорение». 24 и 25 июня пройдет экзамен по информатике и ИКТ. 28, 29 июня и 2 июля – резервные дни. С 12 по 17 июля – дополнительный период. В это время экзамены будут сдавать те ребята, которые не смогли прийти на ЕГЭ в основной день по уважительной причине. ЭГЭ. 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 Продолжение следует...